Привет, друзья! Давайте сегодня поковыряемся в DaVinci. У меня сегодня ответы на накопившиеся вопросы по DaVinci Resolve. И сегодня мы поговорим про неочевидную такую вещь, как экспорт фото из DaVinci, про медиа оффлайн, вернемся к SpeedRamp и сделаем неоновый текст в DaVinci. Итак, погнали в DaVinci. Экспорт фотографий. Если вы хотите экспортнуть какой-нибудь кадр, вот, например, вот этот, мы, как ни странно, переходим в Color. И в Color мы должны сделать такую штуку, как Grab Steel. Грабануть кадр. Grab Steel правой кнопочкой на нашем вьювере. Нажимаем Grab Steel. И у нас в нашу галерею, которая слева у нас открывается от вьювера, экспортируется кадр. То, что он крутится, когда вы на него наводите, ничего страшного. Экспортнется именно тот кадр, который у вас сейчас будет стоять во вьювере. То есть, вот, например, второй кадр мы экспортируем вот этот. Grab Steel. Вот у нас два разных кадра. Далее, на нужном вам кадре мы нажимаем правую кнопочку и нажимаем Export. В открывшемся окошке нашем, кроме того, как указать куда и назвать его как-нибудь, единички, нам нужно выбрать формат, что мы хотим экспортировать. Потому что, вообще-то, это мы экспортируем наши превьюшные файлы. Но мы их в данном случае экспортируем как ЧПЕК. DPX и Cineon файлы – это файлы, предназначенные для цветокоррекции. Но мы хотим просто экспортнуть фотографию. Поэтому выбираем или TIFF, или JPG-шку, или PNG-шку. Уж то, что вам ближе к телу. Ну, выбираем, например, ЧПЕК, нажимаем Export и экспортируем и второй стил тоже. Экспорт. Назовем его 222. Выбран ЧПЕК, экспорт. Переходим в наш проводник. И вот они, наши два файла. DaVinci резольный файл мы удаляем. Он нам не нужен. Нам нужны только JPG-шки. И это самое, что ни на есть, обычная картинка. Если мы залезем в свойства, то мы увидим, что разрешение у него такое же, как у нас было разрешение на видео. Это фишка DaVinci номер 1. Фишка DaVinci номер 2. Когда у вас вдруг ваш проект начинает светиться красным. Для этого я переименую папочку. И о ужас! Когда вы открываете проект, у вас происходит вот такое. Переходим в медиа и видим, что да, действительно файл у нас потерялся. Вот наш выделенный файл, с которым мы сейчас работали. Что же мы делаем? Правой кнопочкой по нему и говорим перелинковать выделенный клип. Если у вас потерялось несколько файлов, вы выделяете их все. Либо перелинкуете сразу клипы в выбранном бине. Ну, мы хотим в данном случае вот этот потерянный файл восстановить. Правая кнопочка. Relink selected клип. Дальше мы либо выбираем точную папку, либо хотя бы диск, на котором он хранится. Ну вот у меня здесь, еще и внизу в подпапках. Открыть. DaVinci говорит, что в выбранной папке она этот файл не нашла. Ничего. Закрываем. И дальше DaVinci предлагает нам сама поискать глубже, не лежит ли там нужный нам файл. Поиск нажимаем мы. Естественно, в одной из подпапок файлик нашелся. Переходим на таймлайн. И да, он уже на месте. Все. Есть такое. Следующая фишка с нюансами. SpeedRamp. Давайте попробуем сделать разную динамику в этом клипе. Для этого княпаем правой кнопочкой на нем и выбираем Retime Controls. У нас открывается вот такая вот удобная быстрая менюшка, в которой мы занимаемся изменением скорости. Этот клип играется у нас сейчас весь со скоростью 100%. Чтобы менять скорость частями на нем, мы в нужном нам месте, например, вот, да вот сих пор, делаем одну скорость. В нужном нам месте мы выставляем PlayHead и открываем менюшку, где мы добавляем SpeedPoint. У нас появилась точка изменения скорости. Пока что мы ничего не делаем. Допустим, следующую точку изменения скорости мы добавим здесь. AddSpeedPoint. И следующую точку изменения скорости мы добавим вот здесь. И финальную точку изменения скорости добавим здесь. Итак, теперь у нас есть части нашего видео, но все они сейчас играются с одинаковой скоростью 100%. Что же мы можем сделать? Можем поменять скорость первого фрагмента ChangeSpeed и условно скажем 10%. Конечно же, видео наше стало гораздо длиннее. Переходим к следующей части. Здесь меняем скорость на 400%. Эту часть меняем на 25%. Следующую часть меняем. Увеличиваем, потому что не видно. Меняем на 400%. И финальную часть меняем на 25%. Что же мы получаем? Ну, давайте подрежем немножко начало, а то и поставим не 10%, а 25%. Уже очень длинное видео получилось. Итак, посмотрим. Окей. Значит, какие проблемы у нас есть? Во-первых, Motion Blur. Как вы видите, у нас это все выглядит очень даже печально. Поэтому идем в инспектор и открываем строчечку Retirement Scaling. Project Settings выставляем на Optical Flow. И смотрим, что получилось. Не очень хорошо. Меняем на Frame Blend. Пробуем неарест. Ну, тут как бы надо выбирать между дерганностью движения и артефактами. Желешкой. Не знаю даже, что лучше. Ну, в данном случае, конечно, слишком медленно. Можно попробовать 50%. Может быть, будет получше. Да, 50% и поставим, наверное, Nearest. Ну, вот так. Тут тоже можно с 25% поменять на 50%. Ой, не, 75% это много. Давайте 50% все-таки оставим. Окей. Что же еще мы можем сделать хорошего с нашим Speed Ramp? Давайте теперь дополнительно к этому откроем Retime Curve. Retime Curve открывает нам линию и по кадрового изменения скорости, что нам неинтересно. В данном случае нам интересен Retime Speed. Открываем Retime Speed и видим наши изменения скорости. Вот 50%, вот 400%, вот 50%, вот 400%. Очень резкое изменение. Что же мы делаем? Мы меняем точки наши, выбираем нужную и меняем ее на кривую. Выбираем следующую, меняем на кривую. И вот таким вот образом мы немножко сглаживаем движение нашего видео. Посмотрим. Да, это лучше. Если вы хотите вдруг еще заморочиться, можно перейти в Color, выбрать эффекты и добавить Motion Blur. Motion Blur набрасываем на наше видео. Ну и его величину, конечно, уже надо смотреть по факту. Это если вы вдруг хотите поразвлекаться посерьезнее. Окей. Это то, что касается изменения скорости. Следующее, что меня просили показать, это как создавать неоновый текст. Переходим во Fusion. Создаем текстовую ноду. И набираем текст, который мы хотим написать. Не он. Не он. Выбираем шрифт. Давайте вот такой как раз. Arial Rounded будет очень хорош. Выбираем размер. И далее мы работаем с тем, что происходит, так сказать, вокруг текста. Переходим в Shading и выбираем внешнюю линию. Не он теперь выглядит вот так вот. Это то, что действительно похоже на неон. Выбираем цвет. Какой вы хотите. Ну, давайте вот такой неоновый. Зеленый. Какой вам больше нравится. Желтый. Ну, давайте желтый. Почему нет? Окей. Цвет выбрали. И дальше переходим в следующую закладочку. Select Element. Выбираем 2. Активируем ее. Можете ее переназвать. Потому что тут уже она названа, красная линия. Но на самом деле мы будем делать совсем другое. Выбираем желтый цвет. И мягкость ставим больше половины. А Glow ставим примерно наполовинку. Уже достаточно похоже. Но мы еще поменяем модификатор Opacity на Shake. Еще раз. Опасити. Правая кнопочка. Модификатор. Shake. Теперь гораздо лучше. И в модификаторах мы можем задать мягкость. И минимальный уровень. Ну, можно поставить больше половины. Дальше. Если вы хотите вдруг анимировать ваше неоновое свечение. Выставляете на какой-то определенный уровень. На определенный кадр. Выставляете на какой-то определенный кадр. Ставите ключевую точку. Меняете значение. Новый ключевой кадр. Меняем значение. И точно так же по ключевым кадрам вы можете вернуться в Tools. И, например, менять уровень Glow. Например, здесь мы ставим точечку. Меняем Glow с 500 на 700. Ну, буквально на секунду-5 кадров. Возвращаем ключевую точку. Возвращаем Glow. Выбираем новое место. Добавляем ключевую точку. Меняем. Раз, два. Ключевая точка. И через пару кадров снова ставим ключевую точку. Где снова задираем Glow. И делаем это буквально на пару кадров. Возвращаем Glow на место. Теперь давайте куда-нибудь положим наш эффект. Точнее, не эффект, а наш текст. Расположим его в нужном месте. И посмотрим, как это выглядит. Ну, вот как-то так. Надеюсь, я напомнил вам какие-то фишки Da Vinci. Или развеял ваши какие-то непонятности. Если вопросы еще остались, пишите их в комментах. Буду собирать и делать вот такие вот видосики. Ответы на вопросы по Da Vinci. Я понимаю, конечно, что вопросы, они обычно требуют срочного ответа. Но иногда буду собирать их вот в такие вот группки. На этом, ребятки, с вами прощаюсь. С вами был Сергей Блинов на видео Зон Excel. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Возвращайтесь. Встретимся в воскресенье. Лайкайте, если вам понравилось. А если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Чтобы я понимал, что это видео было бесполезным. Такие можно больше не делать. И приходите в воскресенье. До встречи, ребят. Пока.